Сразу после протеста против руководства Укртрансбезопасности, активисты заметили неподалеку давно знакомый им автомобиль. Его уже видели 10 апреля на массовых мероприятиях в парке Шевченко. Тогда авто было на киевских номерах, а возле него находился замначальника патрульной полиции Евгений Дмитриенко. По данным активистов, киевские номера принадлежали другой машине. Однако на этот раз авто уже было на других номерах, одесских, и с ними тоже не все ладно. Снова я пробил номера, что эти одесские номера, они тоже не принадлежали автомобилю Пинда и Соната. Попросил полицейских, они подошли к водителю, попросили у него документы. У водителя документов при себе не оказалось, был какой-то ксерыкс регистрационного документа, непонятно какого происхождения. В общем, водитель вышел, представился. Это был полицейский третьего батальона. Фамилия его Козин Евгений. Он показал удостоверение полицейского. Водитель в присутствии полицейских показал свои документы. Оказалось, что он их коллега, такой же патрульный. Но почему он оказался за рулем этого автомобиля, объяснял сбивчиво. Я сейчас откомандированный. Вы когда откомандированный исполняете служебные обязанности, вы можете быть без формы, без жетона, правильно я так понимаю? Да, по... Все, больше не объясняйте, значит можете. И второй вопрос. Как вы оказались за рулем автомобиля, номера которого, госномера, не соответствуют данному автомобилю? Это служебная операция? Ну, есть подвесы у полицейских, это нормально? Это да. Это... Это... Активисты говорят, что на этой машине продолжает передвигаться замначальника патрульной полиции Евгений Дмитриенко. Этим они объясняют вялую реакцию экипажа патрульных, которым о нарушении сообщили первыми. Потому активисты решили вызвать следственно-оперативную группу. Давать пояснение водитель пожелал в машине, но активисты были против. Дальнейшее общение проходило уже в Приморском райотделе. Саму же машину полицейские опечатали на месте и сказали ждать эвакуатора. Я там прождал еще три часа после этого. Ну, я понял, что я бессилен. Я обзвонил все инстанции, которые можно. Прокуратуру, УВБ, полицию, патрульную полицию, ГУНПФ. Куда я только не звонил, никто не приехал. Я так подозревал, что просто ждали, чтобы я оттуда уехал, перестал охранять автомобиль. И они его спокойно себе забрали опять в патрульную полицию на Королево 5. Я уехал в 5 часов, спустя 6 часов после того, как я обнаружил этот автомобиль. И через некоторое время мне уже мои товарищи прислали видео и фотографии, где этот автомобиль все-таки забрали. На него повешали синие номера. Уже с новыми служебными номерами синего цвета авто покинуло место инцидента. Активисты говорят, что этот случай ярко демонстрирует избирательное действие законов. Ведь если бы за рулем авто с подвесами был обычный гражданин, реакция была бы мгновенной. Это было бы намного все быстрее. То есть не так, как это у нас было. Это мы где-то в полдвенадцатого дня его только заметили. И где-то только в 4-5 часов мы закончили всю процедуру. То есть водителя сначала доставили в райотдел. Он там написал в заявлении, что он не является патрульным полицейским. Что автомобиль ему дали в управление. Что он знает только хозяина, что его зовут Сергей. Больше ничего он якобы о нем не знает. Технического регистрационного документа у него нет. На номера, соответственно, он не знает, что происходит. То есть я не при делах, меня не штрафуют. На него составлено постановление административное. Активисты намерены дать дальнейший ход инциденту и добиться всей полноты ответственности, причастных к нарушению законодательства.